Всем привет! Мы продолжаем с Дэви освещать события турнира Кубок Наций по Карлу. Привет, Дэви! Всем привет! И сегодня хотим представить вашему вниманию два замечательных, просто потрясающих, ну или один как по времени посмотрим, потрясающих боя в рамках поединка между Аббатом и Левелином. Левелин играет у нас за Ломбардию, напомню. Замечательный просто у него состав, вот я вот сейчас смотрю, мне просто очень нравится. То есть против Авар, вот четыре, посмотрите, конных налетчиков первой линии, ну понятно, они сдвинутся, уйдут. Это пять копий в первой линии, которые образуют собой центр флангов, как таковых здесь практически нету. Второй линии у нас идут новобранцы с топорами по флангам от мечников Гастальда. Два мечника Гастальда. Это две конницы Гастальда и четыре ломбарских пикинера, ну гена, понятно, это гвардейцы Гастальда. Вот такой вот замечательный состав, мне вот очень нравятся топоры здесь. Я не думаю, что они нарубят много, но я думаю, они свою роль сыграют, и мы посмотрим в течение боя, были ли они здесь полезны. Ну и состав Аваров, ну как-то, не знаю, Дэви оценишь, да, здесь четыре мы видим знатных Аварских меча. Ну, в принципе, я думаю, неплохо. Фланги у нас представлены копейщиками. Раз, два, три, четыре, да, копейщика. Ну и фланги здесь не просто, как бы, вот, обратите внимание, вот левый фланг образует три копейщика, один Аварский Пикинер и, по сути, знатный Аварский меч. И здесь оставлены промежутки между вот этим вот центром, двумя копьями, одним стрелком и двумя Аварскими мечами. И точно таким же флангом почти, да, да, точно таким же флангом правым оставлены промежутки для вот этой вот ударной кавалерии. Это генерал и Аварские пикинеры. То есть у нас знатные Аварские пикинеры, четыре Аварских пикинеры и одни знатные Аварские пикинеры. Более широкое построение использует Аббат, что скажешь по составам? Ну, в Аббатах все нормально, будет рашить, ну как изначально собирался рашить, но ее прошлого авария тоже странную армию привели, лучников-то нету. Да, обращайте внимание, что нет лучей в составе здесь. Ну что ж, поехали. Аббат будет играть в Атилу в Анилью, сейчас посмотрим как это получится. Ну, поехали. 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 Ну, да, здесь ближе как-то, наверное, все-таки, действительно, катили, все-таки, может быть, там он переиграл. Да нет, на самом деле мы с ним играли, он такую тактику придумал, типа, неожиданно в неожиданном составе сыграем. Впрочем, меня у него получилось. Не, ну, все-таки, шесть ударок, да, мы видим. Ну, да, 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 то есть он сейчас посердал атаку. Да, да. Ну, а вот атаковать-то я не вижу, ну, чем атаковать, четырьмя мячами? Будет атаковать ударками. Ну, ударкой, ну, посмотрим. И вот уже ударку, смотри, четверо выцеливают. Все, хана. Она, хана, не успевает она. Посмотри, как проседает вообще мгновенно. Да, конечно, в четырех так расстреливающих. Ну, вот тебе и пошел рашить ударкой. Ты посмотри, отряда уже одного нету. Потери здесь незначительные. Посмотри, разомкнутый строй использует законных налетчиков. Одного. Я не знаю, разомкнутый строй или нет, а вообще, зачем это? Скорее всего, предполагал, что будут стрелять. Смотри, еще один отряд аванских пикинеров практически. Ну, два отряда слил. Аван зачем-то начал гонять. Типичную ошибку такую делает. Гоняться за конными застрелами ударкой. Ударки же щитов нету. Они моментально сливают. Да, да, да. Тем более скорость меньше 90 на 100. Да, 90 пикинеров и сотня уконных застрелов. Нет, то, что уконных застрелов король больше не понятно. Или больше всего, виглядь, скорость. Можно сказать, что удар подсливает быстрее, чем что-либо еще. Из-за отсутствия щитов. Посмотри, как здорово передвигает свою армию Левелин. Он оставляет фактически пустое место правому флангу Аббата. Смотри, как тактически он грамотно сдвигает все это дело. А вот, обрати внимание, сейчас Геной будет чаржить на правом фланге. Маленький квадратик. Да, маленький квадратик. Причем каких-то новобранцев. Здесь справа он ломбарскими пикинерами. Левелин вошел каким-то этим строем туда. Попарным. И смотри. Аббат пол отряда генерала потерял. Почти пол отряда генерала, а копейщики, да им хоть бы хны. Ну понятно, не успели остановиться. Да, да, да. Ну и здесь по центру останавливает. Посмотри, одним отрядом копейщиков останавливает вообще кучу пехоты здесь. Аж три отряда тут повисли на одном. Но сейчас лучей он отводит, конечно. Да, справа ломбарские пикинеры здесь добивают копейщиков при поддержке конницы Гастальда. Ну, Гастальдс-то известные ребята. Они это-то режут. Здорово. Ну и ловит его, посмотри, не остается в долгу Аббат. И в спину прям в спину влетает он копейщиком. Но смотри, как здорово Левелин действует. Обрати внимание, с двух сторон эту ударку он дал прочаржить в спину. Свои бомжовские эти копья, да. И пригревает, ой, замечательно как. Сейчас по центру топора достали. Да, топоры бедолаги сейчас выхватят вообще. И мячи по полной. По полной выхватят. Ну Гастальдс-то меньше досталось. Броскин сейчас. Да, сыпятся мячи, но тем не менее. Здесь ломбарские пикинеры помогают. Мячи эти топоры вернутся. Они сейчас до сорока там сколько сольются, и они вернутся. Разобрал налево. Ты посмотришь вернуться, как будто они там какими-то способными вернутся. Их там сорок останется из почти нулевой марарии. Это уже не боевой юнит. Ничего, помогут. Смотри, слева знатных аварских-то так и пригрели. Ой, посмотри, какой маневр на правом фланге. Ну все. Это уже можно сказать, что все. И напрашивается чардж геной. Ломбарским. Сейчас в спину. Сейчас прилетит. Сто процентов прилетит. Ох, прилетает. И нехило прилетает. А вот те топоры, пожалуйста, здесь. Причем в спину бьют. Посмотри, они стоят-то спиной. Аварские мечники. Ну что-то не задался бой Аббата здесь. Они выхватывают спину, и причем выхватывают вообще нехило. Тем более от гвардейцев Гастальдо. И такой отличный маневр совершил здесь у нас Левелин. Да, правый фланг свой он зарулил. И вся кава. Вся кава-то целая. А где генерал? Генерал где? Чей? Ага. Вон он убежал в кусты, короче. Смотри, он в красной линии бежит. Вот он он. Сказал, да ну его эти эксперименты. Ну, я бы сказал, что тут, конечно, уже никакие мечи не помогут. Чардж за чарджем. Да, звук я не выключил, но вот эти рожки мне нравятся. Ну а здесь что уже? Давай, наверное, ускоряться. Я не вижу здесь уже шансов для аваров что-то здесь изменить. Уже здесь, конечно, даже если бы был жив генерал, ничего здесь уже предпринять невозможно. Мечники Гастальда очень здорово отрабатывают. Прям замечательно. Они каждый раз с натиска въезжали здесь. Вот по ходу боя. Я думаю, у них результаты должны быть, ну, порядочные. Все, перед глазами у тебя табличка. Так, ну и что, ломбарды. Ну, практически все сыграло. Кроме топ... Ну, топоры, понятно, они и бралисты, наверное, вот. Повисеть. Гастальцы сотня. Ну, в принципе, неплохо. Копейщики новобранцы отлично отыграли. Просто копейщики. Тоже отлично. Конница Гастальда. 167. Ударка. Ну, ударка половина сыграла, но этого достаточно. Застрелы отлично сыграли. Ну, Гена он и не вступал. 38 это... Эти, кто они у нас? Знатные аварские мечники. Ну, а здесь что? Аварские мечники один мал-мал сыграл. Знатный аварский пикинер. 75. Ну, понятно, что он убивал этих... Копья мы там видели, он убивал. Два отряда аварских пикинеров вообще не сыграли. Ну, их расстреляли. Да. Да. В самом начале. Ну, лучники, понятно, тоже им сразу досталось. Гена тоже ничего не набил. Ну, в общем, из всех отрядов за сотню один. Это очень мало. Тем более при игре с таким игроком, как Левелин, тут совершенно недостаточно этого. Ну, что ж, в любом случае, гуд гейм. Спасибо за внимание. Это был первый бой поединка между Аббатом и Левелином. В одной, что, восьмой, да, у нас получается? Финала Кубка наций по Карлу. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...